Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то котик перестанет грустить. Тем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернемся в мега офигительную игрушку по названию Stick Wars, которую он так сильно понравил, что вы поддержали целые кучи лайков, за что вам огромное спасибо. Ну и, ребята, сегодня мы продолжим также развивать нашу армию, будем делать ее все больше и мощнее, поэтому, сразу говорю, ставь лайк, чтобы серии выходили как можно больше и подписку не забудь оформить. Сейчас я вам покажу кое-что новенькое. Но конкретно у меня накопилось денежек, 37 тысяч у меня есть, значит, мы можем с вами открыть несколько бронзовых контейнеров и, возможно, выпадет что-то реально редкое, возможно, будут падать вполне себе стандартные лучники. Судя по всему, мне не особо везет сегодня, поэтому выпали вполне себе стандартные юниты, но мы также можем их прокачать и создать что-то новенькое. Смотрите, у нас были по шансу лучники тройные, получается, лучники. Сейчас у нас появятся четверные лучники, которые должны быть еще круче. И это новый левел-ап. У меня таких, ребят, не было, даже экранчик нам новый показали. Ну и посмотрим, насколько же они будут сильнее, насколько они будут жестче. Поэтому отправляемся на следующую битву и посмотрим, размотаем их быстрее или же примерно так же. Но если посмотреть на количество, то, по идее, мы слабее. Но у нас должна быть мощь за счет того, что у нас более высококачественные войны. И я смотрю, что да, мы действительно врагов гораздо быстрее раскладываем. Значит, у нас ничего хуже не стало. Комбинации действительно работают. Единственное, что мне не хватает, это вот было бы идеально, если бы нам писалось еще конкретно, насколько у нас юнит мощнее. То есть, насколько у него больше атаки стало или чего-то еще подобного. Ну и также получил дополнительные деньги, поэтому мы с вами открываем новый контейнер, снова выбивая вполне себе обычного мечника. Чего-то мне сегодня на прям мега-юнитов не везет. Но самое главное, что мы снова с вами создали более мощных. Так, ребят, теперь у нас есть мечники в объеме, в размере четырех штук, которые уже с новыми даже шлемами. Наверное, они будут гораздо сильнее. Ну и давайте посмотрим, что у нас будет в следующем замесе. У нас вообще, по идее, преимущества вообще никакого нет. Мы слабее, если так посмотреть. У нас 10 всего солдат, а у врага 16. Мы должны прям проигрывать-проигрывать. Но я буду надеяться, что все же сейчас мы порешаем наших врагов. Хотя в этот раз ассасины прям напали на моих лучников очень даже подло. Прямо конкретно сразу же на моих лучников напали, не стали нападать на мечников, а чисто у нас замес с лучниками произошел. Но лучники у меня вроде более-менее прочные, поэтому они справились. У нас здесь в этом плане все шикарно. И победа у нас еще одна в кармане. Шикарно, сейчас еще будет новый контейнер у нас. Я каждый раз буду, каждый бой открывать новый контейнер, чтобы вам было интересно. Наверняка вам всегда интересно смотреть, когда открываются новые какие-то контейнеры, новые персонажи. Напишите в комментариях, интересно вам это на деле или нет, или только я так думаю, что это интересно вам. И я открывал рандомный контейнер, и мне повезло на эпического получается персонажа. Это у нас Валькирия, я думаю, что это варвар, что до этого какой-то варвар, но это Валькирия оказывается. Хотя не особо она похожа на Валькирию, но может пока. Но это у нас первый эпический юнит, который выпал, и надеюсь, что он реально будет эпический, и надеюсь, что он будет просто всех разматывать просто в кашу. Так, ну и открываем еще новый контейнер. Как я говорил, каждый бой будем открывать по одному контейнеру, чтобы у нас становилось все же больше солдат. Так, кстати говоря, по поводу бараков. У нас здесь несколько чуваков осталось, надо отсюда их куда-нибудь забрать. Так, и также прокачаем, возможно, кого-то, возможно, не прокачаем. Короче, вот так вот мы все сделали. Несколько солдат вытащили из наших бараков. Теперь у нас вот такая вот армия. Стало еще больше, еще жестче. Так, отправляемся на 25-ую тем временем битву. Так, здесь, по идее, должно быть сложнее, но я думаю, что сейчас мы посмотрим просто, как Валькирия будет всех размалывать. Два удара. Три удара по голему, и он еще не лег. Четыре удара, хотя это прокачанный огар, поэтому, да, пять ударов. Ну, слушайте, не знаю, не знаю. Ну, прям не скажу, что она прям каким-то ультра-мега уроном обладает. Возможно, возможно, она все же сильная, но нужно, чтобы она напала на кого-то другого, как мне кажется. Итак, у меня есть еще 18 тысяч, потому что за прошлый раунд нам дали гораздо больше денег, и конкретно за 18 тысяч теперь я могу попробовать открыть серебряный контейнер, которых мы еще до этого не открывали, поэтому давайте рискнем, может быть. Смотрите, реально кажется, что выпадет кто-то редкий, кто-то очень хороший, но выпал огар. Ну, мог выпасть вроде как... Хотя нет, 25% шанс, что выпадет редкий, а в остальном должны падать просто юниты второго уровня. Ну, ок... А, стоп, смотрите, нет, сразу огар выпал, и реально он уже более прокачанный. Это уже скомбинированный огар. Слушайте, ну тогда это вообще имба. Так, ладно, создаем огара следующего. Теперь это такой же огар, но у него еще и на булаве появились металлические, судя по всему, ставки. Хорошо, погнали дальше. Так, следующая битва у нас. Ну, в первых рядах, говорю, самых мощных мы выставляем, самых жирненьких. Сзади у нас стоят мечники, потому что если вдруг появятся ассасины у врагов, чтобы мы смогли их законтрить, контратаковать, короче говоря. Так, у нас новая способность какая-то появилась. Теперь у меня есть какой-то ледяной кинжал или что-то типа того. Надо будет его протестировать. Да, мне, конечно, не особо выгодно эти штуки тестировать, потому что я трачу способность, а потом новую способность только сурлетки могу получить. Но мне интересно посмотреть, что же это такое. И еще деньжата подъехали. Значит, можно нам открыть либо, опять же, бронзовый контейнер, либо серебряный. Но сейчас я так думаю, что лучше, наверное, копить на серебряные контейнеры, потому что реально может выпасть редкий юнит, который уже будет вмещать в себя два редких юнита. Поэтому будем сейчас мы копить немножечко больше. Так, и отправляемся на 27 уровень. Нам нужно будет скорее добраться до 30, потому что на 30 нам должны будут дать какую-то супер награду. Кстати, если я сейчас использую клинок, то как это работает. Ничего вроде не изменилось. Ну вот клинок я использую. И что происходит? Вроде ничего не изменилось. Не, я просто использовал способность, которая не работает, или я усилил наших воинов как-то. Ну, вроде вообще ничего не поменялось. Я не знаю. Если вы успели заметить или знаете, что вообще поменялось у меня на экране, то напишите мне, пожалуйста, об этом, потому что иначе я ничего не понимаю. Кстати говоря, вы еще можете написать мне не только под видосик. А у меня сейчас телеграм есть. Там можно комментировать всякие записи и тому подобное. Поэтому можете мне еще что в телеграме написать. Ссылку на телеграм в описании оставил или в комментариях где-нибудь там закреплю. Короче, найдете. И открываем новый контейнер, в котором мне выпало еще 50 гемов. К сожалению, все еще не хватает на новый сундук. Это очень грустненько. Так, ну ладно, открываем следующий. Выпадает у нас новый мечник. Точнее, этот мечник у нас уже был как бы. Но зато сразу падает двойной, что есть хорошо для нас. Хотя, если по деньгам посмотреть, то, возможно, скоро бронзовый снова для нас более выгодным станет. Ну ладно, идем на следующую битву. Посмотрим, что у нас будет там. Так, давайте побыстрее отраз закончим. Я просто вот так вот сделаю. Кидаем гранату. Просто бэч! И все, большая часть врагов отъехала просто от одной способности. А вот способность с мечом мне до сих пор была непонятна. Ничего не понял. И так далее и то подобное. Ну что, пришло время нам сразиться уже на 30 уровне. Как раз таки новый контейнер нам должны будут дать. Плюс деньжат еще поднакопил. Открываем еще один контейнер. Получаем опять же лучников, которые у меня сели в бараках. Но мне вроде не с кем скомбинировать их. А хотя нет, есть. Смотрите-ка, вот этих можно скомбинировать. Деплой делаем. Вот так вот у нас появляется лучник еще тройной. И вот здесь один бедненький единичный лучник с единичным мечником. Как и стоят, пытаются еще здесь сражаться. Ну ладно. У нас получилось такое прикольное поле. Спереди как раз самые мощные чуваки. Сзади обычные у нас такие стикмены-мечники. И посередине лучники как раз фигачат. По-моему, неплохо. О, здесь, кстати, варвары появились. Нифига себе. Только сейчас обратил внимание, что там стикмены-варвары какие-то с двумя топориками фигачат. Довольно-таки эффективно, кстати, бьют наших. Поэтому я бы себе таких тоже хотел. Надеюсь, что после этого левела мне они либо выпадут, либо начнут падать хотя бы. Это уже было бы хорошо. Так, ну что, зачистили врагов. Получаем еще нашу награду. И новый контейнер, с которого выпал Ассасин. Это первый Ассасин, который у нас вообще есть. И этот юнит меня довольно-таки радует. Так, как только мне теперь вернуть одного из моих ребят обратно на поле. Так, скорее всего, нужно вот так вот сделать. Да, они местами друг другом заменяются, короче говоря. Так, и у нас есть возможность открыть еще контейнер. Давайте пока что самый дешевый откроем. Посмотрим. Зато смогу, смотрите-ка, лучника докачать. Потому что как раз мне нужен был один лучник. А теперь он сразу второго левела. Может повезет, потом мы его докачаем. У нас будет прямая супер-мега-армия лучников. Пятикратного лучника создадим. Будет сразу в одно у нас пять солдат. Кстати, говорю, сегодня кодовое слово на стикман. Поэтому пишите стикман, получите от меня лайк. Если вдруг я этого не говорил. Я мог подумать, но мог не сказать. У меня иногда такое бывает. Я такой сижу, думаю, блин, я говорил или нет кодовое слово. В итоге ладно, скажу еще раз. В итоге обычно это оказывается первое кодовое слово. Короче, ладно. Не буду я о своем старческом говорить. Скалерозе. Сижу с вами, все нормально. Вроде фига, что-то забыл. Но это потому, что постоянно то-то, 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 то-то вам то показать, то рассказать. Иногда какие-то вещи забываются. Хотя, возможно, я реально старый уже у меня скалероз. Кто его знает? Надо будет как-нибудь над этим подумать. Но, возможно, я каждый раз, когда об этом думаю, я про это забываю. Так, ну ладно, получаем еще бабла. И у нас разблокировался викинг. Так, вот такой вот он будет. Правда, в моей армии вроде он не будет состоять. Потому что у нас теперь только есть шанс его выбить. Возможно, мне повезет. А нет, смотрите, я выбил супер-ассасина, который уже сразу прокачанный. Вот это да. Так, ну заменяем тогда, наверное, вот этих ребят. У нас пускай будет вот такой более забавный отряд. Потому что хочу, чтобы у меня были ассасины, которые сразу бы к врагам запрыгивали. Уже сзади бы их нарезали. И было бы их немножко побольше. Так, мне кажется, будет прикольнее. Так, ну и следующая волна у нас пошла тем временем. И, кстати, ребята, еще раз напомню, что чем больше лайков, тем быстрее новые серии выходят. Тем оперативнее, тем длиннее, тем они лучше и интереснее выходят. Потому что я вижу, что вам нравится. И стараюсь заморачиваться только больше и делать всего больше. Поэтому давайте, ребята, лайки ставьте. И также подписки меня можете поддержать. Поможете мне набрать 2 миллиона подписчиков. Я давно хочу 2 миллиона. Поэтому помогите мне их набрать уже, а? Давай, подписывайся, если еще не подписан. Ну и давайте теперь дешевенький контейнер открою. Потому что, надеюсь, что мне выпал Огр. Серьезно, почему мне Огр выпал? Ну ладно. Так, но мне как раз он в принципе-то нужен. Потому что у меня есть Огр, которые не прокачаны. И моя армия становится все лучше и лучше. С каждым разом, блин. У нас уже прям такой хороший, качественный отряд. Проблема в том, что мне, кстати, вот интересно. А как мне открыть поле, которое у нас стоит позади? Я вижу, что здесь как бы есть квадратики. Но пока что я почему-то туда не могу никого разместить. Возможно, нужно что-то еще прокачать. Но я про это пока не знаю. Либо это потом откроется. Возможно, по мере прохождения. Поэтому, ребята, если вдруг знаете, как открыть дополнительные ячейки, можете мне об этом подсказать. Я, в принципе, против не буду. Так, ну что, у нас следующий замес. Против меня тоже ассасины вышли. Нарезают моих лучников. Очень противно, кстати, нарезают. Причем прям конкретно в них вливаются. Но я уверен, что даже если мы потеряем лучников, наш основной отряд просто всем лица-то поразбивает. Потому что там капец, какие жесткие чуваки. Капец, какие прокачанные, накачанные и так далее и тому подобное. Ну и есть немного деньжат, чтобы открыть еще один контейнер. Открываем, получаем стандартного мечника. Так, и можно теперь их даже вместе объединить. Видите, у нас получается супер вот такой мечник, с которым я пока работать не могу. Да, я думал, что я еще смогу его с кем-то объединить, но пока не могу. Но зато можно сделать уже прям такой лютый отряд. Одного ассасина все же мы уберем. И теперь у нас вот такая вот мега-армия. И дико круто это выглядит. На самом деле мне нравится, как наш отряд выглядит. И дальше он будет стоить столько лучше. Поэтому, говорю, лайками поддерживайте. Будет в дальнейшем серии выходить еще. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. С вами был Кристал. Не скучайте, не болейте. Скоро увидимся. Всем удачи. Всем пока. Я специально так долго говорю, да. Субтитры сделал DimaTorzok